Приветствую вас, друзья! Вы смотрите канал OK English Elementary. С вами я, Елена Викторовна, и мы с вами разбираем простые английские диалоги. Зачем мы это делаем, друзья мои? Это помогает, во-первых, тренировать разговорный английский язык практически с полного нуля. Если вы будете учить эти диалоги, хорошо, даже если не получается учить, если вы как минимум научитесь быстро, максимально быстро читать простые диалоги, то это уже будет вашим первым шагом к разговорному английскому языку. Ну, естественно, желательно. Я вам очень рекомендую такие диалоги учить. Второе. Обязательным элементом нашего урока является прослушивание аудио данного диалога, который для вас прочитают носители языка. Даже несмотря на то, что они будут читать очень медленно, все равно они будут читать со своей интонацией специфической. Они будут читать со своей мелодикой языка. Они будут произносить звуки так, как их произносит носитель языка, а не так, как вам кажется, вы их там произносите. Обращайте внимание на все эти нюансы, когда будете слушать наших дикторов, а вы обязательно их услышите в конце данного урока. Итак, если вы готовы, то мы разбираем сегодня четвертый диалог. И поехали. Диалог 4. Can I borrow 5 dollars? Я могу одолжить у тебя 5 долларов. Вот вам 5 долларов, 5 dollars. So, let's read. Давайте прочитаем. Can I borrow 5 dollars? Sure. Why do you need it? I want to buy lunch. Where is your money? It's not in my wallet. Your wallet is empty? I don't have even one dollar in it. Being broke is no fun. Переводим. Я могу одолжить у тебя 5 долларов. Конечно, а зачем они тебе нужны? Я хочу купить обед. А где твои деньги? У меня в кошельке их нет. А что, твой кошелек пустой? У меня нет даже одного доллара в нем. Быть на миле, это, конечно, не весело. Итак, can I borrow 5 dollars? Я могу одолжить 5 долларов. Вопрос, который начинается с can, переводится как Можно ли? Могу ли я? Очень часто, когда вы хотите что-то у кого-то попросить в английском языке, вы можете построить фразу таким образом. Can I borrow? Я могу одолжить. Или can I ask? Я могу спросить. Очень часто вам встретится такой вариант. И запоминаем. Can, могу, можно ли. Один из вариантов перевода. Can I borrow? Могу ли я одолжить? Borrow – это одолжить что-то у кого-то. То есть взять предмет, которого у вас нет, у другого человека. Обратите внимание, в русском языке есть два варианта слова «одолжить». Вы можете одолжить кому-то и одолжить у кого-то. При этом значение совершенно различно. В каждом из случаев в английском языке это два отдельных глагола. Borrow – это именно одолжить для себя. То есть, когда у вас чего-то нет, и вы это одолжите, чтобы получить. Can I borrow? Я могу одолжить у тебя для себя. Five dollars. Пять долларов. Dollar – соответственно доллар. Sure. Why do you need it? Конечно. А зачем они тебе нужны? Sure. Конечно. Уже знаем это слово. Why. Почему? Тоже знаем. Why. Do you need? Зачем тебе нужно? It. It заменяет вот тот объект, который мы одолжили. Пятидолларовую банкноту. It. It – просто как указатель данного слова. Why do you need it? I want to buy lunch. Я хочу купить обед. Глагол want переводим как хочу. I want – я хочу. Если вы после этого, после want указываете какое-то действие, которое вы хотите совершить в английском языке, обратите внимание на порядок слов. Сначала want, потом слово to, а потом желаемое действие. I want to buy. Я хочу купить. Buy – это купить что-либо. Lunch – это обед в английском языке. И вся фраза I want to buy lunch. Я хочу купить обед. Where is your money? А где твои деньги? Where is your money? Where – где? Where is – это быстрый способ проговорить фразу where is. Мы можем из сократить и получается апостроф с. Where is – разговорный вариант. Where is your money? Где твои деньги? Your – твой, соответственно, money – деньги. Где твои деньги? Where is your money? It's not in my wallet. Они не в моем кошельке, не в моем бумажнике. В моем бумажнике их нет, если говорить по-русски. Обращаю ваше внимание, что в английском языке, как ни странно, слово money – это что-то одно. Это как вот, как вещество, как чай, кофе, сахар. Есть специальный грамматический термин, называется неисчисляемое. И в английском языке money относится к неисчисляемым. И поэтому money можно заменить словом it. В русском языке мы говорим деньги, они, в английском говорится money, it. Соответственно, it is. It is not. Они не в моем, in my wallet. It is not in my wallet. Они не в моем бумажнике. Я слово it перевожу как они, только в силу данных грамматических особенностей, связанных со словом money. Но мы уже с вами видим, что it может переводиться абсолютно по-разному. Вот здесь вообще it переводим как они. It может переводиться как она или он. Все зависит, друзья мои, только от контекста, поэтому очень важно понимать, о чем вы говорите. It is not, то есть оно не находится дословно. И в нашем случае они не находятся. Wallet – это бумажник, то есть мужской кошелек. Your wallet is empty. Твой бумажник пустой. Итак, empty – это пустой. Читается empty. Видите, буква P может выпасть. Empty. Your wallet – твой бумажник. Каким он является? Is. И говорим, какой он по качеству. It's empty. Он пустой. Смотрите, друзья мои, интересная вещь. Несмотря на то, что порядок слов у нас здесь не вопросительный, мы не говорим is your wallet empty. Мы говорим как будто бы утверждение. Your wallet is empty. Но при этом у нас стоит знак вопроса, и мы даем вопросительную интонацию. В разговорной речи так может быть. Очень часто мы только в последний момент произнесения вдруг решаем, ай, мы же хотим сделать вопрос. И поэтому так получается, что вроде бы как утверждение, а потом в конце это превращается в вопрос. Your wallet is empty. Чтобы показать, что это вопрос, мы меняем интонацию. Вот послушайте. Your wallet is empty. Интонация как бы немножко вверх ушла. I don't have even one dollar in it. У меня нет даже одного доллара в нем. I don't have. У меня нет. Видите, как работает глагол have. I have у меня есть. Do you have? У тебя есть? I don't have. У меня нет. Слово even это даже. I don't have even one dollar. У меня нет даже одного доллара. In it. В нем. It заменяет слово wallet. Поэтому здесь it переводим как он. Или in it. В нем. Being broke is no fun. Да уж, быть на мели – это не весело. Be broke – устойчивое выражение, его запоминаем. Переводится как быть на мели. То есть, когда у вас совсем нет денег. Один из вариантов данного выражения. Ну, здесь мы видим, что be немножко изменилось и получило окончание in. Being broke. Так как be здесь находится в роли подлежащего, то есть, исполнителя действия, поэтому вот здесь произошли такие грамматические изменения, появилось окончание in. Такое явление называется герундией в английском языке. Напомните, друзья мои, вам еще этот термин пригодится. So, being broke – быть на мели – это is no fun. Это не весело. Но у fun никакого веселья нет. То есть, если дословно fun, то есть, когда что-то веселье какое-то есть, что-то весело. Но у fun, соответственно, не весело. Being broke is no fun. Быть на мели – это не весело. Еще разочек. Читаем весь диалог. Я читаю, вы повторяйте со мной вместе вслух. I don't have even one dollar in it. Being broke is no fun. Отлично, друзья мои, теперь повторяем список слов. Can – можно, могу. Borrow – одолжить для себя. Why – почему. Need – нуждаться. Мне что-то нужно, I need. Want – хочу. Buy – покупать. Lunch – обед. Money – деньги. Wallet – бумажник. Empty – пустой. Even – даже. Be broke – быть на мели. No fun – не весело. Ваше задание номер два. Берете данный диалог на русском и вспоминаете, что же там было на английском. Не старайтесь переводить диалог слово в слово. У вас будут изменения, потому что порядок слов в английском предложении и в русском отличается. И вы это явно увидите, когда вы сверите тот вариант, который вы напишете с тем, который мы рассмотрели вот здесь. Итак, друзья, мы обязательно делайте данное задание. Ваша задача максимум. Научиться бегло переводить с русского на английский. Глазами просматриваем русский текст, но сразу говорим его по-английски. И следующий этап. Тренируем понимание английского на слух. Слушаем наших дикторов, после этого учим данный диалог. Если трудно учить, хотя бы научитесь его максимально бегло, быстро читать. И может быть с подглядкой, но рассказывать его все-таки устно, как бы как от себя. Друзья мои, это я понимаю, что тяжело, но это очень-очень эффективно. На этом, друзья мои, мы заканчиваем наш урок. Занятие провела Елена Викторовна канал OK English Elementary. Обратите внимание, это новый плейлист, на котором постепенно появится огромное количество моих разборов. Простых английских диалогов специально для новичков. Подписывайтесь на данный плейлист и следите за его обновлениями. Желаю вам успехов, друзья мои. Бай-бай! Can I borrow $5? Sure. Why do you need it? I want to buy lunch. Where's your money? It's not in my wallet. Your wallet is empty? I don't have even $1 in it. Being broke is no fun. Я не могу. Продолжение следует...